Поздравляю вас с победой. Комментарии по игре. Все ли получилось, все рекомендации, достигли свои цели, которые вы сегодня планируете? Я могу уступить первое слово Виктории. Спасибо, Евгений Витальевич. Я еще не успела придумать ответ. В принципе, в целом получилось все. Конечно, в третьей четверти немножко мы просели. С чем это связано, не могу понять. Потом, в принципе, скорректировали действия и вернулось все на круги своя. Ну, я думаю, что процентов на 80-90 мы выполнили установку тренера. То есть в начале игры у вас очень много было комбинаций направленных на трехочковые броски. Это такая задумка или получалось? Просто получалось. В Омске была такая защита, которая просто нам оставляла открытым данный бросок, поэтому больше атак приходилось с трехочковой линии. Спасибо. Евгений. Да, много факторов сложилось так, что разница в 30 очков и доминировали на чужом счете и у нас, по-моему, пять или шесть человек больше десяти очков забили. Плюс процент, как вы уже сказали, что трехочковые девчонки просто почувствовали. Да, Омск дал бросить. Мы, если не ошибаюсь, бросили за первую половину больше, чем трех очков, чем двух очков. Вот, причем с хорошим процентом. Это уже приличный фактор, достаточно, чтобы обыграть с такой разницей. Спасибо, коллеги. Если бы от вас зависело, с кем мы в четвертьфинале будем играть, кто для нас более удобный соперник в четвертьфинале? Ну, варианты основные, Нико и Енисей. И третий вариант, что может быть, что там Самар теоретический. Это кому вопрос? Кому вопрос? Всем. Всем? А для нас неудобно. Вы же знаете, мы можем в Красноярск проиграть. Видно мы проиграть и выиграть у Курского в ГМК. Ну, наша команда, мне кажется, для нас нет удобного соперника. Это все зависит от нас самих. А куда лететь приятник? В Красноярск? Ну, в Красноярск, как будто бы мы привыкли уже в этом году летать. Сколько мы там? Три раза были. Четыре уже. Три точно. Да. Тропинку провожили. Да, уже. У них тоже без разницы? На самом деле, тут для меня, как команда, сильнее, наверное, Енисей. Я больше вижу, как командную игру, именно она тренерская команда. В Нике, после смены тренера, ты пока не знаешь, чего от нее ожидать, на самом деле. И может сыграть в плей-офф фактор игроков. То есть там много, мы знаем, да, американок, хорошие евреи. Европейка, Лисец. То есть в плей-оффе могут сыграть именно игроки. Поэтому каждая команда, ну, тут лучше не предугадаешь и не стоит даже выбирать и думать. Просто готовимся по максимуму к каждой команде. Ну, не думаю, что он в Самаре все-таки. Я думаю, что будет либо Енисей, либо Ника. Евгений, какое настроение перед следующей игрой, если какие-то особенности подготовки? Ну, все, чем мы, пока мы не обсуждали это, как раз вот у нас завтра выходной, мы будем созваниваться тренерским штабом и обсуждать дальнейшие наши действия. А настрой будет, как раз посмотрим на первой тренировке после выходного дня, после праздника. Скорее всего, да, такое ну и будет. Успехов, будем за вас смотреть. Спасибо. Спасибо большое. Да, всех дам. Поздравляем с наступающим праздником. Спасибо.